Продолжение следует... Я взялся по микрофону, так он не работает? Или работает? Александр Натальевич, я слушал Ваше интервью на матч-премьер, вы сказали, что анализировать игру нечего, пенальти не было, но тем не менее, можете вы сказать, почему у Тамбова сегодня так мало получалось в атаке, был ли в этом замысел сконцентрироваться и сыграть на 0-0, или у Вашей команды много не получилось именно в атаке? Да, многое в атаке не получилось, тем не менее, и в первом тайме, с 15 по 35, приблизительно минуту, я могу ошибаться, у нас было 4 хороших вылета, где средняя линия Самары провалилась, были хорошие вылеты, 3-4 приблизительно, То есть, ну, наша группа атаки, Обухов, Мелказа и Костюков, на больших пространствах вылетала и незавершила это все В начале второго тайма тоже, в течение первых 15 минут, можно говорить о том, что были хорошие шансы Вот, в целом, понятное дело, что мы пространство отдали осмысленно Но говорить о том, что крылья в чистую там переиграли и так далее, я не берусь Да, было преимущество и по моментам в том числе, один из них такой 100% Соболев, скажем так, имел на последней минуте первого тайма Ну, и говорить о том, что крылья обыграли нас закономерно, я не могу, потому что пенальти не было Пенальти выдуманный, он мифический А с него счет стал 1-0, все Игра закончилась Пожалуйста, еще вопросы Нет, действительно, сегодня мы очень низко были, так же низко мы были Я вас спрошу, вы сколько сделали с ним Ну, видите, ничего Я так не могу разговаривать, ну вы что Это модель, блин, ну вы даже не прекращая меня снимаете Как с пулемета Так же невозможно Так же в Ахмате мы очень низко сидели Но дело в том, что в принципе у нас в составе, когда есть Чуперка, то он дает нам возможность за счет своих индивидуальных действий в центре, центральный полузащитник наш Он и за счет взаимодействий с партнерами, он дает нам время для этих вылетов То есть мы делаем промежуточных 3-4 передачи, если соперник успевает вернуться, мы тогда его берем под контроль Поэтому Чуперка в этой стратегии очень весомая фигура, но так как он дисквалифицирован, естественно у нас не получилась эта стратегия Пожалуйста Достаточно большой перечиток браков в передачах, как можете объяснить? Брак был, конечно, в обеих команд, но у вас тоже немало было Ну у нас как раз таки брак был в передачах у тех игроков, которые слетали в Комск Я бы сказал так, в большей степени, вот так вот, если по горячим следам, я могу сказать, что так Поэтому я думаю, что именно с этим связано, что кто-то играл, кто-то просто слетал, этого достаточно для того, чтобы, скажем, понятное дело, что его сегодня было слишком много А разве у крыльев было много? Но скамейка-то у вас приличная, длинная Ну, скамейка длинная, да Ну, там длинная скамейка, да Часть из нее в Томске сыграла недавно А если дальше позволите, вы после прошлого матча с Ростовом сказали, что Грицаенко по нему вопросов, как кажется, уже нет Но сегодня и в конце первого тайма он допускал ошибки, и когда там моменты были и в начале второго сыграл неуверенным Прокомментируйте Да, он играл с микротравмой В принципе, мы даже в протоколе два варианта подготовили с Грицаенко и без Грицаенко состав Он боец, парень, решил все-таки выйти Коллеги, есть еще вопросы? А я думаю, достаточно Если нет, спасибо Спасибо Спасибо